всем привет вы на канале из города на дачу многие наши зрители просили сделать обзор нашего дома конечно весной и осенью он в разы красивее но сегодня этот обзор будет беспрекрас как есть так есть поэтому пойдемте мы расскажем о нем более подробно дом достался нам без этих собак поэтому он и такой дешевый если бы он был с ними то он был бы бесценным потому что собачки у нас очень хорошие жужа и альфа это два наших верных спутника сторожа сигнализация два в вот так выглядит наш дом он и не маленький и небольшой семьдесят два квадратных метра шифер старый окна пока деревянные ну и все стены практически по периметру обложены хорошим силикатным кирпичом на эту сторону выходят окна это окно нашей спальни а это окно комнаты где находится печь который мы отапливаем наш дом при этом роман смастерил вот такие вот деревянные кашпо и по сезону мы там ставим разные цветы на входе в дом у нас находится такое старое деревянное крылечко мы к нему же очень хорошо привыкли ну конечно же хочется его перестроить и сделать более красивым но теперь пойдемте в сам дом итак это наш коридор мы его кстати отремонтировали совсем недавно губичка делала такой красивый кирпичик очень нравится мне и очень так коридор преобразился ну да мы убрали все лишнее покрасили практически не меняли ничего не двери не окна просто преобразили покрасили поштукатурили и вот сейчас на таком состоянии наконец-то в этом году мы убрали наши старые пробки потому что опасно было очень в доме жить заменили его вот на такой бокс с автоматами и теперь уже все аккуратненько можно включать выключать и не бояться за свою безопасность это очень хорошее для нас совершение и мы долго этого ждали как я уже сказала мы окна не меняли старые покрасили повесили новый тюль также роман обновил розетки поставил новый выключатель здесь удобно хороший свет светильник здесь старый еще советских времен мы его не выбросили отреставрировали мы вообще любим что-то реставрировать из старых вещей преображать единственное что на момент ремонта здесь стоял старый другой совсем плафон но во время ремонта мы немножко его в общем разбили поэтому надо было поставить другой но здесь кладовая кстати несколько хранились старых плафонов вот мы подобрали такой теперь у нас здесь у нас находится потайная такая кладовая инструментальная здесь инструменты всякие лакокрасочные материалы правда здесь еще нужно хорошо по убирать мы не заведем вас в эту комнату но когда мы уже все проведем в порядок тогда и покажем ну вот все что нужно для ремонтов для благоустройства дома и участка все здесь находится в прошлом видео роман смастерил вот такую вот обувную полку два в одном почему два в одном потому что здесь нету полка для обуви а здесь можно удобно присесть то есть как скамеечка такая получается присел переобувь все удобно и все ну пойдемте теперь в сам дом греться у нас тамара как дитя куда мы туда и она вот в место греется тамара здесь свое теплое место возле печки здесь у нее свой пуфик стульчик она приходит с улицы и клеится здесь и свои дела делает эту комнату вы очень часто видите в наших видео потому что мы здесь часто проводим время здесь кушаем готовим вот и здесь всегда тепло и уютно совсем недавно мы сделали ремонт нам здесь теперь стало намного уютней комната посветлела как вы можете сравнить со старыми кадрами которые мы вставим и что мы еще сделали отреставрировали старую кухонную мебель кухонный уголок да такие красивые стали квадратики разноцветные викулечка придумала прям очень преображает эту комнату вот а еще вечером стемнеет вот и светятся такие фонарики на окне у нас стоят это тоже очень так романтично получается да это садовые фонари но мы решили их не убирать потому что их можно и так использовать нам понравилось в общем такая идея да и тамаре здесь тоже нравится а мне еще нравится вот это садовое кресло века его отреставрировала это наше самое улюбленное место здесь можно посидеть хорошо уютно и чаю попить но вообще здорово и удобно да это крето и красивая да у нас кстати есть второе такое же кресло мы еще не ремонтировали поэтому это и кресло нам понравилось мы за него боремся не только двоем еще и кошка отреставрируешь еще второе поставим рядом и уже не будет борьбы да у нас еще здесь есть песто это конечно же шутка все места здесь хватает кто приходит к нам тоже всем места хватает попить чай пообщаться ну в общем пока так идей конечно у нас много всегда появляется еще как что можно преобразить отремонтировать ну хотя бы вот таком варианте уже хорошо стоит описал комментарии что здесь можно постелить более однотонные такие покрывала и мне принципе согласна это более такой летний вариант в общем если у кого еще какие-то идеи появятся как можно тут что может и возить или добавить какие-то детали и конечно же пишите еще прежними хозяевами здесь была установлена раковина мы не стали ее убирать моем ее приводим в порядок и так как здесь подвод воды еще пока нами не организован мы в этом году вернее роман купил и повесил вот такой рукомойник очень удобно на печке нагревается вода сюда заливается и всегда есть теплая водичка а здесь у нас находится угольная печь главный источник нашего тепла и отопления в доме она была такая просто бело грязная но мы с викачкой придумали разрисовать ее таким 3d рисунком виде кирпичика ну надеемся получился у нас 3d рисунок топе мы ее конечно же углем мы приобрели в этом году три тонны думаем что на зиму хватит здесь греем воду ставим чайники ведра и потом уже можно горячей водой мыть посуду и заниматься другими делами кстати о посуде давайте пройдем в кухню ну вот наша кухня скажем правда что это самое холодное место в доме у нас есть ветродув обогреватель мы включаем пару минут и здесь уже можно находиться и викачка тут много находится много вкусного готовит раньше 9 дверей не было поэтому роман установил 9 двери чтобы холод из этой комнаты не шел в дом но за дверь ладно мне больше всего нравится как здесь у нас организована рабочая зона или такая зона кофе тайма и приготовление пищи кирпичик очень придают такого уюта и домашнего чека также у нас появилось больше шкафчиков куда можно организовать всю посуду которая здесь есть на даче и теперь все это вмещается даже еще немного есть свободного места еще у нас здесь есть такой ретро уголок где находится ретро вещи какие вещи как самовар электро кофеварка самовар тоже электрический вот ну и сам старинный я называю старинный буфет и они тоже придают такую изюминку этой кухне и что хочется сказать по поводу освещения в этой комнате раньше здесь было или был маленький тусклый светильник весь он над дверью висел и по сути не хватало освещения рассмотреть даже какие-то вещи роман сделал своими руками вот такой светильник видео у нас тоже есть эту лофт люстру мы сделали из обычного бревна пошлифовали покрасили его и поместили на потолок а также вот такие красивые лампочки здесь придумали провод черного цвета и открытые лампы такими красивыми ниточками ну а на этой стороне у нас тоже находится вот такая большая столешница здесь все готовится под рукой все нужные специи баночки со специями поместились на такую полочку роман ее сделал своими руками очень удобно экономит место ничего не нужно здесь ставить вообще просто супер вариант и также на столешницу столешница сделана из обычной двери обычная белая старая дверь и нашли в одном укромном месте оклеили ее самоклейкой и теперь это столешница настоящая но самое главное мебель это конечно кухня холодильник хоть он и зеленый но там всегда есть много всего вкусного не покажу это наше в этой стороне здесь стоит мойка я здесь мою посуду воды как я говорила водопровода у нас еще пока нет поэтому мой в такой миске здесь высушивается вся посуда и раскладываю по полочкам но она еще не до конца организована как вы заметили поэтому как мы тут организуем сделаем покажем уже в следующих наших видео прежними хозяевами вообще по проекту здесь было в этом пристроить две комнаты то есть вот здесь вот так вот была перегородка и здесь вход деревянная и обтянута еще такой тряпкой или вентиляционной шахтной трубой там стояла ванна и там всегда замерзала вода как зимой приезжаем и сколько воды оставалось в ванне там просто кусок такой льда поэтому мы эту перегородку убрали и организовали такую большую кухню теперь здесь очень удобно и комфортно находиться и готовить кушать вместо ванны у нас вот летний душ есть можем конечно и доме что-то придумаем но не знаю посмотрим придумаем обязательно но это немножко позже можем немножко за это делимся планами некоторыми нашими которым мечтали еще давно приобрел ты эту дачу да немножко так поделимся что вообще вот о чем мечтаем да вот в эту мы сделали эту кухню здесь есть вот такое окно вот она старенькая очень там уже стекла не совсем целые посмотрю видно там да вот и у нас мечта убрать это окно и поставить как бы дверь тоже стекла и небольшое окошко к ней и эта дверь будет выходить на такую небольшую террасу а терраса это будет и вести ну как мы планируем уже беседке в общем такие планы если вам интересно то вот мы поделились с вами так но теперь пойдемте смотреть дальше другие комнаты и сейчас мы вам покажем нашу недоремонтированную спальню да вот она конечно тут еще много всяких недоделок ну кое-что для жизни уже есть раньше в этой комнате был зал принципе это и понятно потому что это проходная комната она очень большая и здесь такая была обстановка мебели принципе как раньше во всех советских квартирах зала в домах стенка вдоль стены советская диван два кресла и телевизор в одной из комнат дома мы сделали ремонт и решили что та комната будет залом поэтому стенку и всю мебель диван отнесли в нее и теперь эта комната выглядит вот так она стала спальней ну почему-то нам так захотелось сделать из нее спальня здесь мы сняли обои старые на потолке тоже были обои роман перекрасил их но как бы это черновой вариант но тем не менее пока сейчас мы в ней так живем и почему там пятно вот этот шкаф от стенки он стоял в той стороне у нас здесь есть уже нужные предметы мебели для спальни вот такой шкаф из советской стенки мы его взяли оттуда шифонер вот такой вот еще у нас есть очень такая удобная двухспальная кровать прикроватные светильники раньше не были садовые а теперь у нас тут спальни стоят и мы провели хорошо здесь проводку и до каждого светильника резетка можно и включать и светильники заряжать мобильные телефоны и так далее в общем потихоньку обрастаем удобствами кстати вот эту кардину и еще одну такую же роман нарисовал сам но мы скажем честно не нарисовал срисовал я в интернете и увидел а потом у них передрал как говорят теперь они украшают эту комнату нашу спальню и так как здесь еще нет нужного ремонта поэтому процессе уже ремонт у нас есть некоторые идеи как ее тут украсить какие обои или штукатурку сделать в общем еще пока определяемся но идеи уже есть ну естественно конечно же мебель это она очень темная мне нравится скорее всего что перекрасим светлый цвет еще здесь есть вот эти четыре отреставрированных стульчика которые вика хорошо отреставрировала отремонтировала теперь их вполне хватает для нашей спальни вот этот небольшой шкаф здесь мы слаживаем зонтики кепки шапки перчатки ну пока он такой нас мало функциональный а еще здесь мы прячем в укромном месте в укромном шкафчике роутер и все дела которые нужны для интернета пока так дальнейшем мы планируем по-другому организовать это место этот шкаф мы перенесем другую комнату вы потом узнаете куда для чего и зачем а теперь пойдемте в наш зал кстати здесь у нас есть такие двери это мы сделали сами из листа по избе потому что равных дверей не было и плюс еще все откосы не кривые мы когда мы брали другие двери поставляли то ничего не подходило а когда мы вырезали кривые листы о избе то как раз кривые проемы она хорошо и входит вот так выглядит сейчас наш зал многие видели эту комнату до ремонта в нашем видео и вот косметический ремонт где сделал и эта комната сейчас пока выглядит вот так может быть вы думаете что за кусок кабеля здесь висит все просто это еще свет не до конца проведен в ту следующую спальню и пока он здесь повисит ничего с ним не случится а мы расскажем про весь этот зал как я уже сказала эта комната до ремонта не имела никакого назначения принципе просто был шкаф были вещи и вообще мы боялись притрагиваться к стенам этой комнаты думали сейчас снимем обои но и оно все там рухнет на самом деле стены здесь оказались очень крепкими мы начали ремонт со стены кирпичиком дальше перекрасили эти стены и когда уже все здесь было готово мы решили делать бывший зал взяли стенку оттуда перенесли сюда и когда поставили здесь эту стенку даже расставили сразу в такой порядок мы поняли вот вот где должен быть зал и вот эта стена с отделкой под кирпич который принципе в этой комнате очень-очень стало уютно еще она такая всегда очень теплая даже можно сказать горячая здесь всегда уютно сидеть может быть телевизор смотреть бывает еще приходит сюда наша кошка тома притурится известным местом к теплому месту вот и сидит и едет тоже очень нравится еще на дивана мы разместили две большие семейные фотографии они напоминают нам о времени когда здесь на даче собиралась наша большая дружная семья всем было хорошо и весело поэтому мы тоже хотели сказать вам что цените время когда все ваши родные и близкие живы и здоровы ну наверное с этой комнатой уже все все рассказали все что хотели давайте перейдем в следующую самую последнюю комнату так ну вот эта комната по сути можно сказать что это самая не отремонтированная комната в нашем доме что по свету на свет это только вот это одна единственная лампочка но не будем расстраиваться я уже показывал что висит там кабель в той спальне мы проведем и здесь уже будет намного теплее и уютнее съемки этой комнаты мы решили продолжить с утра на следующий день чтобы показать вам какая она светлая и солнечная в эту комнату мы перенесли из кухни стиральную машинку где в принципе в последнее время осуществляли стирку также из других комнат принесли этот старый шкаф здесь у нас находятся старые вещи старые одеяло коробки из-под посылок также на этом шкафу тоже коробки рулоны обоев которые мы еще не использовали в общем используем его пока как мини кладовку в этом углу стоит диван который кстати подарили нам наши хорошие друзья разные остатки с электропроводки кабель еще даже не распакованные лампочки есть но здесь березовая роща сушим шиповник и стоят лещина и орехи во всем доме вот такой деревянный пол мы его менять не будем некоторых комнатах он покрыт паласами коврами что обручает нас зимний период а кое-где местами растерян линолеум он конечно старый мы его заменим ну а там где нет линолеума мы постели новый а в этом углу находится самая большая проблема этой комнаты это обвалившийся потолок это случилось еще несколько лет назад но мы еще никак не дойдем до ремонта в этой комнате видим что там такая щель несколько пальцев мы думали может быть ободрать весь потолок и обшить его гипсокартоном либо вот эту часть где обвалилась может вы знаете как это сделать лучше пожалуйста напишите об этом своих хороших идейных комментариях и так как здесь находится стиральная машинка они далеко колодец мы решили эту комнату разделить на две таких небольшие комнатки и в одной сделать сам узел страчечная а во второй части наверное мы сделаем кардеробную так будет две части хороших просторных и для всего будет свое место вы увидели что в этом доме да и на участке еще очень много много работы поэтому вы понимаете почему этот дом стоил так недорого но мы не опускаем руки и настроились продолжать тут ремонтировать благоустроивать и делать свое хорошее семейное и уютное гнетышко а сейчас мы заканчиваем обзор нашего старенького дачного дома пишите свои комментарии до новых встреч пока пока и